Всем привет! Вы на канале SquatBordShop, меня зовут Дима, и сегодня я вам расскажу про свой топ аксессуаров для скейтборда. Сразу хотел бы сказать, что в этом видео у меня нет цели что-то вам продать, впарить, сказать, что это вам супер необходимо, без этого вы никак не выживете. Все, что вам нужно для того, чтобы кататься на скейте, это скейт и непреодолимое желание учиться новым трюкам, развиваться, снимать видео, кататься, ездить во всякие путешествия. И так или иначе, все, о чем я буду рассказывать, можно чем-либо заменить, но в некоторых случаях это приемлемо, в некоторых случаях это вообще не очень удобно. Я буду вам пытаться как-то обо всем этом рассказать, так что не переключайтесь, мы начинаем. Начать свой топ аксессуаров я бы хотел, конечно же, наверное, с ключа, потому что это вещь номер один для скейтбордиста, потому что всегда что-то надо менять, откручивать, переставлять. У меня вот такой пиговский скейт-ключ, они бывают разных форм, размеров, с трещотками и без. Я просто взял, который был на тот момент в наличии в сквоте, это оказалось вот такой пиговский. Тут все есть, есть шестигранник, отвертка, не очень, это все часто, вот эта штука часто теряется, поэтому я сюда приделал такую резинку, и у меня оно все всегда засейвлено. Можно ли обойтись без скейт-ключа? Да, конечно, можно, таская с собой пассатиджи, таская с собой отвертку, таская с собой шестигранник. Я все это проходил, это было раньше нормально, иметь с собой такой вот тяжеленный набор инструментов для всего этого. Кстати, здесь есть еще вот такая вот плашка для нарезания резьбы на оси подвески, потому что раньше это была на самом деле целая проблема. Скейты служили дольше, чем сейчас, так часто не меняли, подвески вообще ходили там уже, пока они вообще не раскрошатся. И очень часто гайка просто, ее невозможно было накрутить на подвеску, потому что там все было убитое. И тогда таких ключей с плашками не было, у нас были такие большие плашки, чтобы нарезать. Сейчас, мне кажется, эта проблема на самом деле довольно уже себя изжила, хотя я встречаю людей, которые с этим сталкиваются постоянно. Кстати, технологии дошли до того, что у подвесок Ace уже существует гайка, которая сама нарезает, то есть они продаются отдельно. В общем, скейт-ключ я хотел бы поставить на первое место в необходимости скейт-аксессуаров, потому что таскать с собой тяжеленный какой-то набор инструментов не очень круто, как мне кажется. Особенно, если вы часто путешествуете. Если вы путешествуете, или вы, например, оператор, у вас в рюкзаке всегда должен лежать скейт-ключ, потому что у кого-то из скейтеров может что-то случиться с доской, и надо будет что-то перекрутить, она сломается, или там сломается подшипник, например, или просто надо будет затянуть или растянуть подвески. В общем, скейт-ключ всегда, мне кажется, практически каждый день есть смысл брать с собой на катание, когда вы идете кататься, потому что лишним он уж точно не будет. Вторым по важности аксессуаром я считаю скейт-чехол. Так как мы живем в России, у нас зима полгода, как минимум, наверное, приходится кататься в скейт-парках, и как бы скейт-чехол, я думаю, те, кто катается зимой в скейт-парках, им не стоит рассказывать, насколько это важная штука. У меня чехол от скейт-бэга, это русские парни, у них очень качественные чехлы с лямками, со всеми необходимыми карманами, с мелочами, с какими-то карманами для бутылки, для ключей, с карабинами встроенными. Даже тут есть в некоторых какое-то отделение для журналов, чтобы почитать. Эти лямки можно убрать сюда в спинку и носить его на лямке. У меня вот такой обычный городской чехол есть, и есть туровый. Вот он у меня тут лежит, я его на самом деле даже еще не разобрал со своей последней поездки. Туровый чехол от скейт-бэга тоже очень крутая вещь. Сюда влезает просто вообще все, что вам нужно. Здесь есть много всяких отделений, он большой. Сюда можно убрать и кеды, и какие-то запчасти. Можно как бы сюда всю свою одежду положить, которую вы берете в трип, и на спину взять просто небольшой рюкзак, а этот сдать в багаж. И он крутой, он вообще очень продуманный, с мягкими вставками, чтобы если он слишком забитый, ничего вам не доставляло дискомфорт, спина не потела. Ну, короче, вот этот скейт-чехол, который триповый, он очень крутой. Рекомендую, если вы часто ездите в поездки. А я не устану повторять, что скейтбординг – это история про поездки. Надо постоянно куда-то ездить, надо куда-то выбираться. Виснуть в скейт-парке у дома – это, конечно, прикольно, но скейтборд совсем не про это. То есть, как бы, надо постоянно находиться в движении, путешествовать, открывать новые споты, открывать новые места, снимать видео обязательно, прогрессировать и не сидеть на месте. Не знаю, что может заменить на самом деле чехол, разве что какой-нибудь пакет. Если, ну, как бы зимой пакет – это вообще не варик. Только если, там, вы не взяли чехол с собой на спот и пошел дождь, может быть, пакет и спасет. То есть, если в случае с ключом его можно заменить какими-то пассатиджами, ну, что в целом вообще ни хрена неудобно, то чехол можно заменить только пакетом. Так что выбирайте. Кататься вам, носить скейт в пакете, или один раз купите хорошего качества чехол и просто не забыть об этом на 10 лет, и с ним ничего не случится, только если вы его, не знаю, по асфальту не будете вот так вот возить. Дальше, если уж я начал говорить о всяких сумках, то, наверное, имеет смысл упомянуть о такой поясной сумке. У меня Дики с коллапс и с паком. В Скотте, кстати, продаются очень крутые сумки Бамбек от калифорнийских чуваков. Мы о них делали обзор. Они вообще мега крутые. Там есть плюшевые с разными дизайнами. Ну, то есть, как бы и маленькие, и большие. И найти себе всегда что-то подходящее можно, причем они стоят довольно адекватных денег. Сюда можно убрать, вот когда ты идешь кататься на спот, ну, как бы какой минимальный набор у тебя при выходе из дома? Это твой кошелек, да? Это ключи, телефон, тот же самый скейт-ключ, еще какие-то приколюхи, может быть, пауэрбэнк. И вот, например, я не могу кататься со всем этим в карманах, когда у тебя лежат ключи, телефон, кошелек, ну, тем более скейт-ключ, там, я, может быть, в начале видео сказал, кинуть его в карман, но лучше кинуть его, конечно, в мелкую сумку. Приходишь на спот, кладешь это там, где это все не сопрут, периодически наблюдаешь за этим всем, ну, это тебе не мешает кататься. Я вот, как я уже раньше сказал, просто не могу кататься, когда у меня полные карманы. Кстати, у бомбега девиз такой, что нет карманов, нет проблем. Я это полностью поддерживаю, потому что реально намного удобнее просто скинуть все свое барахло, какую-то сумку. Ну, если вы носите чехол с собой, то это все можно убрать в чехол. Ну, например, летом, когда ты точно знаешь, что сегодня там не пойдет дождь, таскать с собой чехол, ну, наверное, не очень прикольно. Круче везде ездить на скейте, по улице, до спота, от спота к споту, и просто вешаешь на себя мелкую сумку и держишь там все свои необходимые мелочи. Дальше такая прикольная тема, как парафин для скейта. У меня вот такой вот от Independent. Превосходно пахнет клубничкой. Наверное, это его... 50% его успеха, то, что он охрененно пахнет. На самом деле он еще крупно натирает грань. То есть, как бы, как всегда, да, раньше все знают, что самое ходовое у скейтеров – это свечка. Ну, вот часто пользуюсь в последнее время парафином для скейта, свечкой мне уже как-то стрёмно на самом деле натирать, потому что в последнее время все свечки, которые я покупала, они просто как-то крошатся, ничего не остается на грани, этого хватает на пару проездов, и там парафин как будто бы работает намного лучше. Вот такой вот одной штучки, в принципе, должно хватить, чтобы хотя бы как минимум натереть в начале сезона ваш хомспот, где вы чаще всего катаетесь, пройтись по всем граням, и я думаю, этого на сезон будет достаточно. Конечно, не каждый там захочет покупать за 500 рублей, да, там, как бы кусок парафина, но он как бы работает круто, и можно хотя бы один раз купить его, пройтись по тем местам, где вы катаетесь, а потом, в принципе, покупать, наверное, свечку и более-менее там это все поддерживать в таком состоянии. Кстати, лайфхак – говорят, что свечки с амортизаторами, с ароматизаторами, натирают и скользят лучше, потому что там есть какие-то масла для запаха, и от этого они работают лучше. Возможно, здесь они тоже есть, потому что пахнет он реально круто. В общем, парафин занимает тоже довольно значительное место в моем топе. Дальше, наверное, можно отметить подшипники запасные, потому что подшипники – это такая штука, которая ты не знаешь, когда они у тебя сломаются, и, например, просто ни у кого на споте может не оказаться запасных подшипников, и ты просто тебе придется ехать домой, или просто сидеть, смотреть, как ребята катаются. Это не очень круто, когда хорошая погода, и ты очень хочешь кататься. Имеет смысл либо взять комплект подшипников, либо в сквоте подшипники подаются даже поштучно от фирмы Andale. Это довольно удобно. Я бы от себя мог посоветовать еще подшипники Independent, и как недорогой вариант, там они стоят у района косаря, и вообще нормально держатся. Я часто выбираю подшипники Bronson, потому что как бы Bronson делает чисто подшипники, представьте, целый бренд делает только подшипники. Чуваки в них шарят, и они круто едут. Мне нравится Bronson. Ну, как бы вот, если чип, то возьмите Indy, если просто не хотите брать комплект, заскочите в сквот, возьмите поштучно несколько штук. Лишними они уж точно не будут, там по 100 рублей они стоят. И как бы, если у вас ломается на споте подшипник, вы возьмете свой скейт-ключ, быстренько его поменяете, и все, будете кататься, получать удовольствие, как вы это, в принципе, и планировали делать. Следите за состоянием своих подшипников, потому что бывает такое, что подшипники ломаются, и ты этого не замечаешь. И недавно у нас в скейт-туре был такой момент, что у моего кореша сломались сразу два подшипника в одном колесе, он потерял колесо, не заметил, потом мы всем селом ходили, искали это колесо. Хорошо, что мы все шарим, и у нас у всех были запасные подшипники с собой. Еще крутым скейт-аксессуаром я бы хотел отнести вот такой вот пластик для скейта. Это для того, чтобы чистить свой наждак, пластик для наждака даже скорее. Вот, как бы без него, конечно, можно обойтись, но когда там ты покатаешься в каком-нибудь пыльном скейт-парке, особенно это актуально в начале сезона, когда много грязи, намного круче просто взять, почистить наждак, он будет практически как новый. Из моих рекомендаций, на самом деле, там, сейчас тут у меня нет этой... Короче, стоит иметь какую-то еще мягкую щеточку, такую прям совсем мягкую, чтобы почистить и щеткой всю эту грязь сбить. У вас будет практически новый наждак. Конечно, если вам какой-то кореш, или вы сами зальете, там, например, пивом себе наждак, то такой ластик тут не справится. У вас будет уникальный дизайн наждака. Так что это чисто от пыли, и чтобы наждак лучше цеплял. В принципе, одного вот такого кусочка хватит вам, блин, я не знаю, на очень много сезонов, наверное, если только вы каждый день прям его не используете на пяти комплектах. Вот, у меня вот, я не знаю, за сезон я израсходовал его столько. Как бы вообще миллиметр скосился. То есть, хватает его реально надолго. Если вы следите за состоянием своего наждака, и не хотите, чтобы он был в пыли, и лучше щелкал, и лучше цеплял, я это имел в виду, то это тоже, на самом деле, штука, которая занимает значительное место в моем топе. Дальше я хотел бы вам рассказать про слайдеры для скейта. Многие до сих пор, наверное, думают, что это такие специальные накладки, чтобы не портился рисунок. Ну, камон, чуваки, просто подумайте над названием слайдеры. Слайдеры нужны для того, чтобы скользить просто по всему, что только может подразумевать, что по нему можно скользить. В сквоте продаются слайдеры комплектами по две штуки, и продаются OJ слайдеры по одной штуке. Вы, может быть, иногда видели, что у некоторых ребят стоит только один слайдер. На самом деле, это нужно для того, чтобы прокачать свой Feeble или Smith, в зависимости от того, на какую сторону вы его поставите. Потому что, когда вы скользите Feeble или Smith, у вас только одна часть доски касается перила. И вот этот слайдер как раз-таки вам этому помогает. Штука прикольная. Я всегда ставлю себе на все доски сразу два слайдера, скольжу по всем граням, угораю. У меня всегда все летит, все едет. И даже, на самом деле, когда делаешь какие-нибудь бонусы, довольно удобно держаться за доску, когда у тебя этот слайдер прикручен. Чтобы его прикрутить, на самом деле, надо немного подналовчиться, потому что комплектные винтики не супер такие прям мега качественные. То есть с ними надо немного будет повозиться. Как бы желательно вообще иметь какой-нибудь шуруповерт. Потому что, вот, например, вот такой отверткой из комплекта для ключа это сделать просто невозможно, потому что там как бы нужна либо прям хорошая нормальная отвертка, либо вообще шурик. И вот мой вам совет, если вы никогда этого не делали, сначала наживите, как бы, сначала примерьте, куда вы будете их вкручивать, наживите хорошенько винтиками, открутите, и уже тогда закручивайте. Потому что если просто сразу брать и вкручивать, они просто конкретно не хотят туда вкручиваться. В общем, эту тему, я думаю, мы разобрали. Слайдеры для того, чтобы скользить. Сейчас бы я хотел, наверное, поднять такую холиварную тему. Это, возможно, в комментариях будет много хейта, но я готов к этому. Ладно, это я пока отложу. Это вообще просто... От чего у людей просто бомбит периодически. На самом деле, хотелось бы, раз уж я делаю обзор на всякие мелочи, я вот включу сюда еще и шнурки, потому что для меня шнурки это настолько расходный материал, что чуть ли не каждое второе катание они у меня рвутся. И у меня постоянно они все в узелках, завязочках. И я, на самом деле, часто таскаю с собой просто пару шнурков в сумке или в чехле, потому что знаю, что они супер быстро у меня рвутся. Есть лайфхак, на самом деле, можно на те места, где они рвутся, сразу капнуть по капельке клея. Тогда они будут рваться значительно меньше. Но я как-то... Главное с этим, на самом деле, не переборщить, потому что я как-то узнал об этом лайфхаке, залил себе просто все шнурки. В итоге потом даже не мог себе завязать кеды, и мне пришлось их просто вырывать. Немножко по капельке, но, как я уже говорил, раз уж я делаю видео о мелочах, то не могу не упомянуть шнурки, потому что в моем катании, в моем топе они должны точно присутствовать, потому что они у меня часто рвутся. В шнурке, кстати, еще такая тема, что если вы, например, снимаете видео, то сделайте какой-нибудь, как это называется, щитерик, например, подвесить куда-нибудь свет, или там бывает просто момент, когда тут есть штатив, но туда, например, лампа какая-нибудь строительная, ну, она просто не может закрепиться. И вот шнурки в таком плане всегда помогают, ты просто где-то что-то подвязал, закрепил. Если вы, как бы, снимаете видосы, заморачиваетесь, вот возьмите на вооружение, шнурки всегда могут быть в этом плане полезными, что-то можно там и не, короче, подвязать. Ну, а тут, в общем-то, парни, у меня носки. И как-то, почему я считаю, что это холиварная тема, как-то мы снимали видео про сноуборды, про ботинки, по-моему, и там наш ведущий упомянул, что, ну, вот, как бы носки для сноуборда, это такая, типа, важная вещь, там в комментариях начался полный пипец, там люди начали писать, что носки для сноуборда, вы еще скажите, что существуют трусы для сноуборда. Как бы, про трусы я сегодня уже не буду, наверное, начинать, но, как бы, все, кто знает, кто катается на сноуборде, знают, что носки для сноуборда это просто неотъемлемая часть, это термоноски, ну, как бы, это просто супер важная фигня. И когда я вижу, на самом деле, как на скейте катаются, знаете, вот в таких вот носочках на пяточке, у меня просто, я не знаю, у меня просто диссонанс какой-то, потому что те люди, которые не пробовали кататься в нормальных плотных носках, я не знаю, они просто, ну, не понимают, в чем прикол. Человек, кто шарит, знает, что крутые носки, которые, как бы, плотные и не рвутся, они реально, как бы, делают твое катание намного комфортнее, потому что, когда ты надеваешь супер какие-нибудь носки стрёмные за 50 рублей из какого-то масс-маркета, ты, как будто, какие-то тряпки на ноги одеваешь, как носовые платки, они бесформенные, висят, как бы, все время куда-то сползают, и когда ты надеваешь нормальные плотные носки, ты надеваешь кеды, ты думаешь, вау, нифига, у меня даже нога, как бы, по-другому себя чувствует, ей комфортнее, как бы, я не хочу сказать, что, например, там, все носки, которые стоят по полторы, там, тысячи рублей, это, типа, суперкруто, нет, есть носки, которые стоят овер дофига бабок, и рвутся, а есть реально крутые носки, которые стоят, там, 300-400 рублей, и прикол в том, что, да, там, типа, вот, носки, нафиг они, там, типа, нужны, я лучше возьму себе 10 пар, там, типа, за 50 рублей, чем, там, 500 рублей отдавать за носки, но есть носки, которые служат по много сезонов, и не рвутся, и они крутые, они качественные, нафига тебе покупать кучу тряпок неудобных, когда ты можешь себе купить одни нормальные носки, и, как бы, кататься в них долго и много, вот, например, у Vans, я знаю, некоторые модели рвутся, а некоторые модели, просто, я в них что только не делал, не знаю, они у меня живут уже несколько лет, и я в них постоянно хожу, катаюсь, и они просто живые, как бы, их надо просто периодически стирать, и все. У Independent тоже есть такие длинные носки, есть те, которые тоненькие, их хватает просто на два дня, два дня ты в них катаешься, все, они в дырках, а есть те, которые такие у них плотные, потолще, и их хватает уже реально надолго, то есть, как бы, задумайтесь, если вы катаетесь в носках за 50 рублей, блин, попробуйте, просто, те, кто говорят, что носки, это неважно, это, типа, вообще бред, они просто никогда не катались в нормальных носках, и, кстати, вот, по плотным таким носкам, я знаю, что люди говорят, что, типа, ну, в них же будет супер жарко, там, типа, летом, блин, лично мне кажется, то есть, летом жарко, тебе, в любом случае, будет жарко, а в плотных носках, ну, как бы, это даже какой-то дополнительный плюс, потому что у тебя голеностоп более сильно разогрет, и это способствует уменьшению травм носка, на самом деле, потому что это важно, все знают, что суставы должны быть разогреты, летом, понятное дело, такой вопрос стоит меньше, но в плотных носках, даже, мне кажется, можно отнести к тому, что травмоопасность тоже существенно снижается, лично по моему мнению. Также, на самом деле, когда катаешься в шортах, вот я раньше не мог на скейте кататься в шортах, потому что вот этот страх, что доска ударит тебе в голень, просто не был каким-то непреодолимым, ты одеваешь летом шорт, и такой, блин, я не могу вообще кататься, вот носки, на самом деле, как-то решают вообще кардинально эту ситуацию, по крайней мере, возможно, это просто психологически, что у тебя все равно довольно плотная ткань на ногах, и каким-то образом она тебя защищает, я думаю, конечно, это чисто все в голове. Много, да, я, в общем, затер за носки, потому что, ну, это реально, блин, многие не отдают этому должного внимания, а это на самом деле супер важно, пацаны, которые шарят, все время говорят, во, вот эти носки, вот эти, я там купил носки за 200, они делают там это, короче, это все реально нормальная тема. Ну и закончить этот топ аксессуаров я бы хотел вот таким чемоданчиком от Independent, он называется Travel Kit, что подразумевает, наверное, то, что вы будете брать его с собой в путешествия. Он содержит в себе просто все необходимые расходники для подвесок. Здесь есть два подшипника, два пайват кэпа, два комплекта бушингов для подвесок разной жесткости, два комплекта болтиков, и два комплекта винтиков коротких. Вообще, как будто бы даже не предназначены для того, чтобы использовать рейзеры. Я, кстати, на обычных досках своих, не рыбках, использую, ну, не ставлю рейзеры, так что мне как раз это подойдет. Комплект проставок между подшипниками, четыре гайки на ось для подвески, две гайки на кинг-пин и комплект проставок между подшипником и болтиком, и между подвеской. Вот такая штука. На самом деле, сложно сказать, что она реально кому-то необходима, но как для скейт-гиков или как подарок на день рождения, это крутой вариант для тех, кто хочет себе вот всякие такие прикольные скейт-артефакты. Я, когда увидел его в продаже, сразу понял, что прикольно было бы себе такое иметь. с ним круто путешествовать, с ним круто в нем хранить всякие свои мелочи. Мы с ребятами считали, что по ценнику, если собирать все это, покупать отдельно, то на самом деле ты не переплачиваешь за то, что это, вау, какой-то там, типа, маркетинг, и что это, типа, какая-то такая штука. То есть, если все это покупать по отдельности, то на то тебе и выйдет под деньгам. Вот. Что хотелось бы сказать, раз уж я об этом заговорил, про бушинги, да, это вот эти вот резиночки, которые идут в подвеске. Очень часто бывает, что они трескаются, что они лопаются, либо просто стираются, когда, знаете, бывает, ты пинаешь скейт, и он у тебя едет не прямо, а просто уезжает куда-то вбок, например, то это значит, как раз таки, что тебе следует задуматься о том, чтобы поменять эти бушинги. Они бывают жесткие, они бывают мягкие. Некоторые ребята, когда покупают себе подвески, сразу снимают себе бушинги и ставят какие-то либо других производителей, либо просто другой мягкости, жесткости. Чем они мягче, тем они лучше поворачивают. Кстати, если у вас скрипят подвески, это вот как раз таки скрипят эти самые бушинги. Некоторые люди там задают вопросы, что вы можете не смазать их каким-то маслом. Ничего не надо смазывать, не заморачивайтесь. Резина скрипит, это нормально, тем более, когда они новые. Это все в порядке вещей. Ничего там у вас не бракованное, не сломанное. Они должны скрипеть. Это в этом нет ничего страшного. Так что такая прикольная штука для скейт-гиков, как я уже сказал, или просто как крутой подарок на день рождения, когда вы не знаете, что подарить своему другу, если у него, например, все есть. Просто прикольно порадовать себя или брать с собой в путешествия. Тут, в принципе, есть все необходимое. От подшипников до винтиков, гаечек, проставочек, бушингов. Даже два пайлот-кэпа есть. Так что в обзоре по аксессуарам я считаю, что эта штука закрывающая. Это просто как бы такой... Она просто собрала в себе все те необходимые мелочи для подвесок, которые вам могут когда-нибудь пригодиться. В общем, это был мой топ аксессуаров для скейтборда. Возможно, у кого-то что-то есть такое, о чем я не рассказал. Пишите об этом в комментариях. Но я рассказал, вот постарался по максимуму задействовать то, что я использую на постоянке. Спасибо, что посмотрели это видео. Я был рад стараться для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, бомбите на колокольчик. Мы будем стараться для вас дальше. Лето в самом разгаре. Катайтесь, путешествуйте, не обламывайте, снимайте себе профайлы, а мы будем снимать для вас новые видео. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующих видео.